В Хабаровской общине бездомных появился необычный постоялец. Пожилой человек не имеет никаких документов, из-за инвалидности общается с трудом. Ежегодно социальные работники восстанавливают десятки паспортов людей без определенного места жительства. Но этот случай оказался непростым. Софья Коренева с подробностями. Чистка картошки в общине бездомных теперь фронт работ Виктора Корнилова. Это единственное, чем может заниматься мужчина. Ходит с трудом. Сначала здесь думали, что и говорить не умеет. Бродяга пришел в октябре. Документов с собой не было. На расспросы не отвечал. Да он ничего не говорил, что он хотел. Вот ему пришел вот так вот. Сначала он выходил только в туалет. И все, и в основном больше лежал, лежал, лежал. Сегодня соседи общаются с Виктором Корниловым с помощью бумаги и ручки. Мужчина говорит, что оглох около года назад после болезни. Сейчас ему 61 год. Утверждают, что сожительница украла его документы и скрылась в их квартиру в бараке. Он почему-то вернуться не может. К работе пришел. Документов нет, ее нет. Все. В общине документы не восстанавливают. Это делают сотрудники городского центра соцадаптации. Только в прошлом году восстановили 50 паспортов и 3 гражданства. Туда же из приюта обратились, чтобы помочь Виктору. Оказалось, что бездомный уже жил здесь. В 2018 году его выписали сюда из ступ-диспансера. Юристам удалось выяснить, много лет мужчина пробыл в колонии. Пропустил распад Советского Союза. Поэтому российского гражданства у него нет. И получать его Виктор Корнилов не хочет. Вот он категорически вот прям. Фотографироваться не буду. Уже фотографы привезли. Все, давай, нет и все. Случаи экстраординарные. Обычно к старости паспорт стараются получить все бездомные. Из-за пенсии. Почему документы не нужны Виктору, он объяснить не может. Как не хочет и вспоминать подробности прошлой жизни. Никакого желания у меня нет туда и обратно. Никакого желания. И не советую никому. Спать, где попало, бездомный тоже не хочет. Надеется остаться в общине. Здесь его готовы принять. Софья Коренева, Павел Павлов, Телеканал «Губерния».